Девушки отдыхают Это точно привидение Шарик, это всего лишь сквозняк Все можно объяснить логически Это я как инженер говорю Шарик, может я тоже инженером стать? Поучишься в кванториуме, будешь такой же умный, как папа дядя Федор Слышите? Это привидение Думаю, это битумная мастика Со временем она теряет свои клещи и свойства, поэтому паркет скрипит Ручка швабры скользкая Если ее под неправильным углом прислонить к стене, она сама упадет Старая проводка, будем менять Стены рыхлые И гвозди старые Может быть это амплитуда колебаний высотных зданий? Сквозняк? Не похоже Скользкий пол? Битутная тактика? Амплитуда? Привидение! Папа, что происходит? Мы закрываем кафе Почему? Из-за сквозняков? Мне, конечно, интересно, что у вас происходит Но я только что уложила Веру Павловну Постарайтесь не шуметь Дорогая, у нас ничего не происходит Я просто проверял шкаф на прочность Пап, ты что, веришь в привидений? Дядь Федор, это же страшилка для малышей Видимо, не только Я взрослый человек, инженер Верю в привидения и боюсь их И что? Я взрослый блогер И тоже их боюсь Ты взрослый балбес Папа Но мы же не отдадим им наше кафе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне не страшно Мне все еще не страшно А вот теперь мне страшно А-а-а! Применение! Все на выход! Держитесь! Папа-инженер действует! А-а-а-а! Мы не отгадим свое кафе в лапы каким-то привидениям! Как-то эти привидения подозрительно похожи на зайцев. То есть, привидения в кафе – это цирковые зайцы? Как вы сюда попали? Так это вы прогрызли дырку в коробке. И люстру шатали, и швабру уронили. Ну вот! Цирк уже уехал, Патроскин, а мы ни разу там не были. А зачем? У меня и так каждый день цирковое представление. Пап, а с ними теперь что делать? Есть идея! Но маме это не понравится. Теперь нужно понять, как сказать об этом маме. Сказать ни о чем. Дорогая, все можно объяснить логически. Шарик, никакой не балбес! Я ведь уже давно на канал подписался, чтобы новые серии не пропускали. И ты скорее жми на кнопку, чтобы стать нашим лучшим другом. Впервые вижу, чтобы Вера Павловна с таким удовольствием овощи ела. Вот если б у меня была в детстве такая машинка, я б только овощи ел. Дорогая, а как у тебя настроение перед концертом? Волнуешься, мам? Настроение прекрасное, волнение, конечно, есть. Я же с детства мечтал на этом стадионе выступить. Все, мне на сцену пора. Целую. Как здорово, когда мечты сбываются. Я вот мечтал на барабанах играть. И научился. Да, я вот всегда блогером хотел стать и стал. Балбес ты, Шарик. Блогеры только недавно появились. Это просто слова такого не было. А мечта была. Эх, а я хотел коровок завести. И завел. Хап, а какая мечта сбылась у тебя? Хм, дайте-ка подумать. На самой прекрасной женщине я женился. Диссертацию защитил. Варенье и шишек попробовал. О, Вере Павловне овощи полюбить помог. А еще и мечтал сырничную открыть. Сырничная? Это как? Есть бушная, блинная, пончиковая. А я хотел сырники готовить и продавать. Но вместо сырников у меня получались горелые комки. Так это легко исправить. Матроскин, поможешь? Конечно. В сырниках главное это рецепт проверенный. А есть у меня такой, фамильный. Его на уши мотать надо. Готов попытаться. Сметана, творог, так, а кефир где? Для мягкости кефир нужен. Свежий, фермерский. С вами Шарик и мы в прямом кефире. Извините, эфире. Сейчас папа дядя Федора будет свою мечту исполнять. Пама, мама! Субтитры сделал DimaTorzok Су-у-у. Редкий вид сырников. Летающие. Жаль, попробовать не успел. да фамильный рецепт видимо его только матроскины осилить могут мой дядя например рецепт три недели учил а он не простой кот он жил в подсобке самого известного ресторана так что будем тренироваться до последней ложки творога да пап давай завтра еще раз попробуем на может завтра у меня прыгающие сырники получатся ладно ложитесь спать я пока все уберу что я за инженер такой что элементарные сырники приготовить не могу а что если если не получается готовить как повар приготовлю как инженер доброе утро знакомьтесь первая в мире машина для приготовления сырника налетайте я на два дня вперед наелся дорогие мои так же по вам соскучилась а у нас что сырниковый ураган прошел почти и его надо как-то доесть с радостью я такая голодная 4 часа добиралась теперь мечтаю поближе к дому выступать и с вами надолго не расставаться предлагаю наши мечты соединить сырники я готовить научился теперь могу и сырничный открывать а ты там петь будешь но уж нет сырничный я петь не буду в кафе где можно собираться всей семьей здорово а я бы на барабанах там играл а я бы лайки собирал и фотки и разные вкусные еды выкладывал приготовленный из натуральных фермерских продуктов тогда семейным советом решено мы открываем семейное кафе дорогие посетители приветствуем вас на открытии семейного кафе ой а как же наше кафе называться будет что за может туда еще сметанки положить нет спасибо пойду я гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу Все к столу! Матроскин, твои блины в книгу рекордов надо заносить. Как самые вкусные. Шарик, ну что ты опять натворил? Что? Ты тут? А кто ж тогда взрыв устроил? Пап, что ты тут делаешь? Искал тихое место, чтобы собрать свое новое изобретение. Против моли? Я хотел маме уникальный подарок на годовщину знакомства сделать. Создать персональные духи. Запах и правда был уникальный. Аху! С дымком. Мамин любимый запах ромашки с перцем. Но он уже не получится. Ну, может, новые детали заказать? Не могу. Я на эти все сбережения потратил. Семейный бюджет-то не резиновый. А что, если на чердаке посмотреть? Там полно старых вещей. Может, и детали полезные найдутся. О! Отличная идея! Ура! Чердачные раскопки. Так, работы предстоит немало. Но зато есть из чего выбрать. Если взять мотор от фена, то получается феноменально. Папа, а если деталь от радио? Вот это новости. Шерик, ну опять ты балбесничаешь. Но от тебя никакой пользы нет. Это почему? Я тоже разбираю коробки и приношу пользу своему блогу. Уже десять лайков под фоткой в шляпе. Это безнадёжно. А, у меня комментарий. Знаете, что пишет? Шаб ты удалил блог и делом занялся? Нет, шляпу купить хотят. Она же маме всё равно больше не нужна, да? Пап, кажется, я знаю, что нам делать. Шарика вместе со шляпой продать. Нам в школе на уроках финансовой грамотности рассказывали, что в интернете есть специальная платформа, на которой можно продать что-нибудь ненужное. И купить что-нибудь нужное. Молодец, дядя Фёдор. Ещё на сайте моей финансы можно поискать варианты. Здесь много полезной информации. Интересно, а тут написано, как не покупать ненужное. Шарику бы пригодилось. Во! С котиком на фото шляпу быстрее купят. Если моя мурка одобрила, значит, хорошие духи. Пап, а почему именно ромашки с перцем? На первом свидании я подарил маме букет из ромашек, и мы пошли в кафе. Я так нервничал, что переперчил блюдо и чихнул. Весь перец оказался на ромашках. А мама улыбнулась и сказала, что это очень интересный аромат. Вот наделаем таких духов, ну, тысячу флакончиков, и будем в интернете продавать. Разбогачеем! Ничего мы продавать не станем. Такие духи только у нашей мамы будут. Шарик, откуда у тебя ветрячок? Так я продал подписчику ту ненужную шляпу. Ну да, и купил ненужную игрушку. Смотри. Игрушку нужно оказать. С годовщиной, дорогая. Спасибо. Неужели это ромашки и красный перец, как на первом свидании? Это так романтично! У меня для тебя тоже есть подарок. Мужской шарф. О, спасибо, дорогая. Последний писк моды. Больше на крик похоже. Крика помощи. А теперь нам пора в ресторан. Ничего себе! Под вашей фоткой уже шесть лайков и один комментарий. Хотят купить этот бант. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Или у меня в ушах звенит? Дядя Печкин, что вы тут делаете? Да, вот заглянул вашу прекрасную няню в театр пригласить. Сегодня вечером мюзикл давать будут. Желаете сходить, Маргарита Игоревна? Игорь Иванович, у меня тут свой мюзикл. Ох, как же я устала с детьми сидеть. Че же здесь утомительного? Садишься и сидишь. Вот и посидите с детьми, пока я в салон красоты схожу. Кто, я? Ну, если вы не хотите со мной в театр. А, че же мне посидеть? В этом я профессионал. На почте каждый день тренируюсь на стуле сидеть. Верепауне конфет не давать. Они плохо на нее влияют. Обижаете, Маргарита Игоревна? Я конфетами не делюсь. Да. Че тебе? Тама-тама. Бандероль отправить? Тама-тама. А! Негабаритный груз доставить? На ваказе. Книга жалоб и предложений? Тама-тама. Переучет? Не понимаю. Дядя Печкин, вы тут точно справитесь? Может мне остаться или няню позвать? Еще чего? Сам справлюсь? А это инструкция к ним есть? Инструкции к детям не бывает. О них просто нужно заботиться. Кормить, играть с ними, читать перед сном. Помедленнее. Я записываю. Итак, по инструкции, детей положено кормить. Ешь! Даду. Куда не мытыми лапами в тарелку? Ам! А ну, прекрати баловаться! Ам! А теперь наклоны. Влево. Право. Вперед. Молодцы! Заканчиваем упражнение. Мой любимый плащ! А теперь бегом в душ. Следующий пункт. Играть. Да-да-да-да-да-да-да. Кидать в квартире мяч не положено. Выходить за контуры не положено. Кнуться тоже не положено. Эй! Тома-тома. Ну и, наконец-то, последний пункт. Читаем перед сном. Это что, кулинарная книга? Лучше я вам свою сказку расскажу. Жили-были почтальон и велосипед. И было в них много разных писем. И простые, и заказные, и ценные, и даже первого класса. Печкин у аппарата. А, Марго? Не волнуйтесь, все в порядке. Я же говорил, что это будет легко. Где конфета? Где ребенок? А вот ты где. Ай! Тыра-быра, не мешайся! Эй! Ай! Здесь, здесь. А? Ай! Эй! Почтовая сумка не игрушка! Ай! 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 Не-не-не! У меня насемная почта, а не воздушная! Ой-ой-ой! Ай! Эх! Если б знал, что работа няни такая травмоопасная, я бы еще вчера в очередь в поликлинику встал. Да, Матанова. Дети, как ценные бандероли. О них заботиться надо. Ух ты! Ничего себе! Нет, не давать детям конфеты. Игорь Иваныч, я просила посидеть с детьми, а вы спите. Ладно, нельзя такую красоту от людей прятать. Идемте уже в театр. Марго! Какой театр? Я так устал с детьми сидеть. Дайте поспать, а? Продукты мои фермерские, не трожь. Признавай поражение и брысь с моего черн... Онлайн-магазина. Сам брысь из моей блогерской студии. А вот и завтрак. Самое время сесть за стол переговоров. Ну правда, хватит уже из-за чердака ссориться. Поделите его поровну. Рагу не сдается мой старый чердак. И бутербродами своими неправильными. Сами завтракайте. Мы еще посмотрим, кто кого. Ложись! И сколько это будет продолжаться? Давай! Ой-ой-ой! Мы уже все перепробовали. Даже бутерброды. Я их такими никогда не видел. Не знаю, что делать. Может, само все уляжется. Скорее отвалятся. И кто в нашем доме за порядком следить будет? В доме за порядком обычно домовой следит. А вот на домового ответственность перекладывать не надо. Сами разберитесь. Все, мы в парк. К вечеру конфликт должен быть улажен. Как улаживать будем? Прием, прием. Домовой за порядком следит. У меня есть мысль. Получай! Операция домовой начинается. Довольно. Кто осмелился устраивать бардак на моем чердаке? Ой! Кто здесь? Я домовой и беспорядок не потерплю. Освободить тяжелплощадь немедленно. Это незаконное выселение. У меня еще бабушка тут жила. Ах так? Меня не слушаться. Ну, держитесь. Что? Нет! Я не готов выселяться. Я еще популярным блогером не стал. Никому я свой чердак не отдам. Чего это он твой? Мой. Мы теперь оба без нашего чердака можем остаться. Тут действовать надо. Мы наш чердак не отдадим. Круто ты папу с домовым придумал. Думаешь, они нас не рассекретят? Я инженер. У меня все продумано. А почему домовой голосом папа разговаривает? Шарик, ты балбес. Ну вот, скоро мама приедет. А у нас и тишина, и порядок. А-а-а, сейчас мы ему покажем. Ой. О-о-о. Ух ты. А что происходит? Ловить его будем. На муке следы видно. Я в детективном сериале видел. Посторонись. Вот это да. Давай стремянку сюда, дядь Федор. А зачем? Скрытые камеры повесим. Быстро вычислим, где этот домовой прячется. Крепче приколачивай. У меня камера тяжелая. И самое важное, отвары с лука и старых тапочек. Он дымовых в гипноз вводит. Это мне бабушка в детстве рассказывала. О-о. С вами говорит домовой. Теперь вся квартира моя. Убирайтесь с моей жилплощади. А-а-а. 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 Это не мы. Это домовой. А-а-а. Эх. Я сразу знал, что это неправда. Домовые в городе не живут. Они, как и я, деревню любят. Просто мы не знали, как вас примирить поскорее. А нам этого очень хотелось. И у вас получилось. Дорогая, докладываю. Операция домовой завершена. Уборка тоже почти. Мы пришли к мирному соглашению, и теперь на чердаке будет магазин Матроскина. Матроскина. Я возражаю. У нас на чердаке будет студия Шарика. А я, как благородный блогер, уступаю место для дурацкого магазина. Не-е-е-е-е, там будет бесполезная студия. Нет, там будет никому не нужный магазин. На тебе, получай, мой чердак. Да у меня еще прадедушка тут жил. Ах, перемирие было недолгим. Не волнуйся, дорогая. Я люстру крепко прикрутил. Дядя Печкин, ну пропустите. У нас сегодня годовщина свадьбы. Без документов не положено. О, Маргарита Егоровна с продуктами. Тяжело ей, наверное. Так чего же мы стоим? Маргарита Егоровна, позвольте пакетики ваши. Игорь Иванович, какая встреча. Осторожно, тяжелая. Да я и не такие посылки поднимал. Все-таки вы настоящий почтальон. Ах, вы! Подержите, Маргарита Егоровна. Да я на вас жаловаться буду! Дядя Печкин, вы лучше за нашими коровами присмотрите. А то они сейчас все цветы съедят. А ну, брысь! Брысь! Кыш-кыш-кыш-кыш-кыш! Мама! Дорогие мои, родные мои, наконец-то! А Шарик с Матроскиным где? Мы же хотели всей семьей отпраздновать. А разве они не здесь? Здесь, здесь. Просто они за сеном для коров пошли. Коровы тоже будут? Куда же мы их посадим? А Печкиных уже на клумбу посадил. Игорь Иванович тоже тут? Тогда нужно сделать побольше салатов. Маргарита Егоровна, мне срочно нужна ваша помощь на кухне. Так, вот еще, еще. Вот так. Матроскин, не ловит здесь. Подними выше. Шарик, я тебе не лифт. Так, вот еще, еще. Ой, я не ловлю. Ах ты, черт. Незадача. Матроскин! Шарик! Карр! Чтобы понять, куда они подевались, нужно вести себя так же. Точно! Правильно ты, Шарик, чемоданы несешь. Сверху мой чемодан лежать должен. Карр! Галчуна, не мешай. Матроскин, а почему я все один несу? Шарик, ты балбес. Карр! Ну, конечно. Как я сразу не догадался. Матроскин, ты куда? А чемоданы? Балбесый, Шарик. Эти твои записочки нам не помогут. Это почему еще? Будут зайцы мимо пробегать. Опа! Записка. Они ее прочитают и нас спасут. Так зайцы в городе не живут. Что, Шарик, недолет? Да. Еще и блокнот кончился. Дядя Годор! А у нас тут дверь, понимаешь, заклопнулась. А что, если связать канат из вещей и спуститься по нему через окно? Я такое в кино видел. Что, чтобы я свои вещи на какой-то канат отдал? Да. В кино это выглядит не так опасно. Я для них готовила. Я для них старалась. А они? Где они опять? Я дома. Плюнь! Плюнь, кому говорят! Жевать чужие подстальники не положено! Мои вещи в шоу пропало! Это вы все пропали. Но я вас, наконец-то, нашла. Нет! Эх, я так хотел устроить вам классный праздник. А получилось какое-то реалити-шоу взаперти. Дядя Фёдор, в празднике главное собрать всех близких вместе. Это у тебя как раз получилось. А выход всегда найдёт шаг. С годовщиной, дорогая. С годовщиной, дорогая. По-моему, это наша лучшая годовщина свадьбы. Получилось! Ес! А-а-а! Ай! Ух! Нет! Городской ритм не для меня! Я больше из Простоквашина никуда! Дядя Фёдор, вы дорожную подушку для Веры Павловны взяли? Да-да. А сливки для торта? А букет? Да-да-да. Не волнуйся, мам. Мы всё сделаем. Это будет ваша самая классная годовщина свадьбы. Только не опаздывайте! Эй, шарик! Ой! Ого! Вы что, решили всё Простоквашина в город перевезти? Да, с такими запасами мы даже до калитки не доедем. Согласен, кое-что можно убрать Где тут вещи шарика? Не отдам А где я мыться буду? Лучше вон тюки свои убери Матроскин, зачем тебе столько соли? В хозяйстве пригодится Вдруг нам соленых огурчиков захочется А у нас соли нет Да в городе все есть Давайте не брать ничего лишнего Ну а мочалку-то хоть можно взять? Вот теперь поедем быстро и налегке Ну подождите, подождите Сначала Печкина дождемся Он сейчас в отпуске и за моими коровками Обещал присмотреть Товарищ Печкин, куда же вы? В Москву, на подработку еду Нельзя в отпуске отдыхать А то еще понравится Как же наши коровы? Что я вам, коровья нянька? И вообще, на электричку опаздывать не положено Матроскин, если тебя не будет на празднике Родители расстроятся Один уже расстроился Ну как я своих коровок одних оставлю? Эх, ладно Я остаюсь В другой раз на Москву посмотрю Тебя, Шарик, нельзя одного оставлять Иначе от моей фермы одно название останется Эй, дед! Я не знаю Ты права, Вера Павловна Ехать нужно всем вместе Если еще зайцев с бобрами взять Это уже простоквашенский ковчег получится Стойте, мы забыли галчонка Что там? Танцуй, дядь Федор Сейчас наша машина, как новенькая, полетит Двигатель уже полетел А без него мы до города не доедем А давайте мы нашего Шарика, как ездовую собаку запряжем Тогда уж и тебя, Матроскин Как этого ездового кота Не ссорьтесь У меня план есть Умчится машина моя Дядь Федор, а долго нам еще? Эх, и здорово ты, дядя Федор, придумал И коровки под присмотром, и машина на ходу Куда нести-то, Матроскин? Стой! Вот теперь идем Я тебе такое покажу А вот здесь я, дядю Федора, бутерброд научил правильно есть Колбасой вниз Матроскин, может, поможешь? Эх, неправильно ты, Шарик, чемоданы несешь Ты их ручкой не вверх, а вниз неси Так будет удобнее Дядя Печкин, что вы тут делаете? Какой я вам дядя? Я тут консьерж Предъявите документы на вход Документы? Ой, а я паспорт дома забыл Папа А домой вы нас не пускаете? Потому что я тут вас раньше не видел Мы вас тоже Я здесь первый день работаю А мы тут давно живем Без документов не пущу Эх, я же говорил, надо было тазик брать У дяди Федора тут даже помыться негде Балбес ты, Шарик, это же не квартира дяди Федора Здесь я жил до того, как в Простоквашино переехал Так пошли же скорее к дяде Федору У тебя тут даже вай-фая нету Ой, ну ничего без меня сделать не можешь Опять все опаздывают Да когда же это закончится? Галчонок? Ар! Ну вот, готово У тебя просто руль разболтался Спасибо, дядя Федор Ты такой классный Классный? Упс Здорово, дядь Федор Я тебе гостинцев привез Спасибо, Шарик Да матроскин интернет теперь только по выходным включает А мне выходных не дает Да я думаю, у тебя пока поживу А интернетов в какой комнате у тебя больше, а? Дядя Федор, ты куда? Я же тебе штаны еще привез Твои любимые Матроскин их зашил Спасибо, Шарик Ого, дядя Федор Как же ты так штаны порвал? Ну, я уже и не помню Так я же на видео все снял Сейчас покажу Шарик, стой! Внимание, сейчас будет трюк Ой Я заснял! Я заснял! Вот это прыжок Это еще что? А вот я помню, как он на дерево залез И тут! А пойдемте лучше чай пить Ты же с дороги Устал, наверное Проголодался Это можно А то я сегодня одни пирожки ел С капустой О, а это что за девочка? Наверное, вполне не похожа Это не девочка Это я в детстве О, а можно посмотреть? Нет, то есть, да Но там ничего интересного А тут печенье вот с миндалем, с кокосом С картоном Враг побежден! Подожди Это что, каша? Классный костюм А что за песенка? Дядь Федор, а почему Это жмей? А свинки, они хрю-хрю-хрю говорят Такой маленький Смотри, как Ну, дядь Федор, мы не досмотрели еще Да, там еще столько фотографий Это было последнее И вообще, чай стынет А мне еще уроки делать Переходный возраст Очень больно Нет, ни капельки Вот у нас простоквашина На него постоянно все падает Книги это еще что? Вот однажды он Не надо, Шарик, я сам А ты чего такой? Не в настроении? Не с той лапы встал, да? Шарик, я с той лапы встал Могу хоть на руки встать Хопа! Ух ты! А ну, дай-ка я тоже попробую Классно! Сальто-морталя! Ах так! Давайте! Сальто-морталя! Потому что это не пули Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Представляешь, дорогая, один гусь научился бить чечетку Осьминог научился играть на арфе А петух поет оперные арии Это я сегодня вечером арии буду петь Если мне к конкурсу готовиться, никто не помешает Все, все, не мешаю И вообще, у животных таланта нет Только рефлексы жевательные Привет, пап, привет, мам Мы Мурку на музыкальный конкурс привезли А вам пирожков и молочка на завтрак Вот это сервис Корову? На музыкальный конкурс? Ее на жевательный конкурс надо А вот не соглашусь Моя Мурка очень талантлива, мочек Дорогая, не будь так категорична Таланты есть у всех Просто... Просто мне надо готовиться к конкурсу И прошу не мешать Не будем мешать, будем жевать Мурка Рояль сломан Репетиция сорвана Конкурс вечером Дорогая, еще ж не вечер Успеем починить твой рояль Это все вы виноваты со своей коровой Не бывает у коров музыкального таланта Они созданы только для жевания травы И подачи молока Это еще что-то сломалось? Или Мурка ушла? Мурка! Вернись! Вам что? Корова важнее, чем мой конкурс? Минь... Минь... В соседнем дворе ее тоже нет. Коровка моя пропала, как же я теперь? Не унывай, Матроскин, мы объявление дадим, Мурку обязательно найдем. Вы тоже слышите этот звон? Дорогая, может у тебя в ухе звенит от рояля? Тихо, туда. А вот и источник музыки. Я тебя за коробками не заметил. А вот мама наша услышала, дорогая. У тебя потрясающе тонкий слух. Мурка, я бы никогда не подумала, что корова может так красиво играть на колокольчике. Да у тебя талант. Мурка, можешь еще сыграть? Мимо маму, сомневаемся, не верим. Мы таланту своему. Мам, у вас отличный дуэт выходит. Эх, чистая бу-бемоль. Мурка, а что если мы сегодня на конкурсе выступим вместе? Сомневаемся, не верим. Мы таланту своему и других порой не ценим. Вам не нужно сомневаться и винить во всем судьбу. Надо взять и попытаться. Есть у каждого таланты, есть у каждого мечты. А талантливее всех ты. Я таких бурных оваций никогда не получала. Зал не умолкал две минуты. Три я засекал. Мурка, ты извини меня. Теперь я поняла, что талант у каждого может быть. Здрасте. Я на конкурс грызунов приехал. Можно я у вас поживу пару деньков? О, рояльчик. Вы его не выбрасывайте. Я на нем тренироваться буду. О, мам, какое красивое платье. Красивое. Только я в нем уже на новогоднем концерте выступала. Дорогая, ты же на музыкальный конкурс идешь, а не на конкурс платьев. Но я не могу постоянно выступать в одном и том же. Костюм для артиста – важная часть номера. Вот какое платье мне нужно. Ого! Такую покупку в этом месяце наш семейный бюджет не выдержит. Это потому, что вы экономить не умеете. Если правильно экономить, то хоть по десять платьев в месяц покупать можно. Тогда нам и на новый шкаф надо экономить. И на квартиру побольше. Объявляю экономию семейного бюджета. Ту-тунь! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... В экономии понимаете, вы только одни минусы видите, а в экономии одни плюши. Например? Ручной труд — это движение. Можно в фитнес-клуб не ходить. Ой, опять стирать. Продолжение следует... Опять чинить. Опять взбивать. Мы на платье накопили. Ура! Электричество. Скорее включать электричество. Родана! Дорогая, не расстраивайся. Мы что-нибудь обязательно придумаем. А если к нему ещё и колёсики приклеить, то получится стул на колёсиках. Скотча с новой экономией. И починить что-то может, и создать что-то новое из старого. Мам, смотри, на сайте моей финансы есть варианты грамотной экономии. Платье из скотча? Точно! Если нет денег на новое, то можно создать новое из старого. Раз у нас есть два старых платья, то можно сделать из них одно новое. Ура! А мы тебе поможем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают Поздравляем! И по ум, это, конечно, хорошо, но лучше в денежную премию дали. Меня на всероссийский конкурс выдвинули. Будем теперь на новые туфли экономить. Из двух старых новые мы точно не сошьем. Ой!